Это, конечно, хорошо, что мы сюда приезжаем, потому что так надо делать. Сюда необходимо приезжать. Вы сюда можете приезжать не только... Допустим, мы сюда на субботу приехали, потому что так не получается. Дело в чем заключается? Магнитогорск, он весьма интересный город, да, но Магнитогорск работает круглые сутки, представляете, да? Так вот, и если ваша жена также работает круглые сутки, надо просто собрать то самое время, когда вы вместе с женой и вместе с ребенком можете сюда приехать. Причем можете сюда приехать утром, днем, вечером, без разницы. Даже если что, вы можете и ребенка со школы отпросить, потому что, извините, он посмотрит, что такое и как выращиваются лимоны. Поэтому необходимо-то приехать сюда. Как сюда приехать, это, извините, Наровчатский лимонарий. Телефон есть, и вас здесь ждут всегда. Свой очередной визит в Наровчатский лимонарий вызвал у нас удивление. Понятно было бы, чтобы сюда приехали школьники, но как понять, что сюда приехал класс? Школьникам, по сути, надо показать то, чего нет нигде. А это сад, причем с ног сшибательный сад. И до ближайшего комплекса такого типа от города 550 километров. И согласитесь, школьники бы такого не выдержали. Но здесь за 20 минут и вы со с ног с сшибательным удовольствием получаете информацию. Чем ли это не радость то? Алексей, скажу бесспорно, тот момент, что это уникальный комплекс лимонарий, который даже сургутские коллеги называют магнитогорский лимонарий. Дело в том, что здесь мало того, что они ознакомятся с различными растениями, которых мы не видим в округе. Кстати, у нас ближайший ботанический сад за 500 километров. Как-то так, да? А вот здесь они, во-вторых, они дышат. Вот то, что наши травы, растения, наши ананасы, мандарины. И это чудо, что у нас у магнитогорска есть одна еще визитная карточка. Это лимонарий. Вот, а во-вторых, вот сюда можно приехать зимой. Вот заснеженная магнитка, на тыл фронте скользко, там все. Но здесь красота, вот светет все. Вы знаете, Алексей, вот другого варианта нет. Помнится, в своем прошлом сюжете мы вам рассказывали о лимонах и их чудесной сущности. Но понять-то надо. Обычный лимон размером своим уступает сорту, выращенному здесь. Но что же такое сорт юбилейный, а? Я всегда хотел изучить китайский язык. По одной простой причине. Сейчас китайский язык, он даже более чем очевиден. Даже невзирая на то, что я великолепно знаю английский язык. Но кое-что. Лимон. Слово ли – это лекарственный, а мон – это плод. Вот. Вот такие сорта здесь растут. Что-то такое в моих руках. В моих руках сорт юбилейный. Это искусственно выращенный сорт. А опылялся он следующим образом. Был такой сорт новогрузинский. Такая маленькая штучка, представляете, да? Вот. И его опылили сортом ташкентский. И выросла вот такая штука. Представляете, она шикарная штука. Она для вас работает. Мягко говоря, она тут все это дело и опыляет. Вот. Я не совсем понимаю, но похоже так и получается, что здесь все в сорте юбилейный. Представляете? Хотя есть и другие сорта. То есть надо понять, да, что это такое. Таких вещей немного. Такую вещь вы можете дома себе позволить. Потому что здесь вы можете купить лимончики маленькие. И в результате рано или поздно у вас вот такой сорт появится также дома. Другой вопрос. Где вы будете это дело растить? Если вы будете растить это дело в небольшой емкости, то тогда больших не получится. Уж поставьте сразу большую емкость. Ну, примерно где-то литров, наверное, на 100. И тогда все то же самое будет у вас в городе Магнитогорске. Хотя не только город Магнитогорск. Сюда приезжает большое количество других людей. И почему бы и нет? Представляете? И Сургут сюда приезжает, и все остальные вещи. И все понимают, что такое лимонарий. Обыкновенный, норовчатский суперлимонарий. А так-то понять надо. Здесь в замечательных условиях растут более 400 видов растений. Ранее здесь не произраставших. Я понимаю, что когда мы здесь были в первый раз, здесь росли в большом количестве лимоны, в меньшем папайи, чуть-чуть гранаты и фейхуа. Но сейчас понять-то надо. 400 видов, и это не предел. Ну, наверное, я бы назвал это все-таки то место экологического порядка, где, тем более в нашем городе, в Магнитогорске, ну, что здесь скрывать, понятно, что приятно, что дети приезжают сюда постоянно. Здесь экология, здесь та атмосфера, те, наверное, фрукты, которые растут, да, в лимонарии. Соответственно, конечно, это очень приятно, это интересно и для детей, и для взрослых. И мы, наверное, все-таки ставим первочередной задачей все-таки экологию в нашем городе. Это, ну, что скрывать и так далее. Поэтому я думаю, что те места-то дислокация, куда люди приезжают, это праздник всегда, это всегда интересно, это всегда заманчиво. И, конечно, мы, даже я взрослый человек, приехав сюда, я понимаю, что здесь есть вещи, которые, ну, наверное, мне интересны. А теперь давайте переговорим о том, что, конечно, хотелось бы нам посмотреть тропики, да? Но тропики это далеко. Поездка сюда сколько стоит? Безусловно, то есть ценовая политика, конечно, здесь копеечная. И, наверное, это больше, наверное, социальный проект, по сути, своей. Мы все, конечно, хотим там за границу и все прочее. То есть хорошо там, где нас нету, безусловно. Вот, но давайте все-таки больше будем смотреть на вещи, которые находятся возле нас. Давайте поддерживать все-таки то, что находится вокруг нас. Это нормально, это социально. И Микаса это даже патриотично. Почему нет? Конечно, все познается в развитии. А лучшая радость за тех, кто это делает. Они не скурвились, как рядом стоящее наровчатское тепличное хозяйство. Да и зачем? Они вам дают то, что вы должны понять, а лучше вкусить. Если вы смотрите все это дело по телевидению, это хорошо. Но если вы смотрите это дело по интернету, вот это для вас нужно. Потому что, посмотрите, пожалуйста, телевидение – это классно, да? Но вот то, что я даю через интернет, найти-то меня просто, и это несложно делается. На YouTube выбивайте, моя дивная фамилия – Челейкин. Там все сразу станет понятно, да? Я вам в действительности рекомендую, как лимонами можно лечиться. Причем вы можете лечиться и не только от простуды и всех остальных вещей. Вот так-то все. Вы должны, да нет, вы обязаны приехать сюда. Я привез сюда своих товарищей, видевших за 42 года Турцию всего два раза. Да по сути даже Турция не нужна вам, потому что здесь растет все то, что сделано для вас. Дорогие мои магнитогорцы и гости города. Доехать сюда 3 секунды – либо машина, либо до Агаповки. Это просто. Здесь не магнитогорское такси. Да приезжайте. За мизерную сумму вы поймете, что рай на земле возможен, и он где-то рядом. Вот мы сегодня поговорили о том, что у нас существует сорт юбилейный. Хорошая штука. Потому что я этот юбилейный тоже кушаю и получаю от этого максимум удовольствия. Представляете, другие сарты кушаешь, но аромат-то не тот. А здесь все красиво. И цедру я съедаю, и все, что нужно. Вот. Кстати, и рекомендую все-таки сюда приехать и взять. Ну, по-честности, мне получается, я беру, ну, грубо говоря, 4 лимончика на недельку. Это мне хватает. То же самое можете сделать и вы. Ну, может быть, вы не сможете 4 лимончика съесть. Но, по крайней мере, 2-то точно. А приехать сюда, естественно, необходимо. И как сюда приехать, и что это такое? Это на Ровчатской лимонарии. До сюда доехать вообще никаких проблем нет. Мы сейчас ездили от центра города, доехали буквально за там 10 минут. Поэтому приезжайте. Вопросов никаких у вас уже не будет. Продолжение следует.